Шекспир, Гамлет, акт первой сцены, четвёртое дело, происходит всё там же в замке Эль-Синон. Входят Гамлет, Горацио и Марцелл. Гамлет такой. Пощипывает уши, страшный холод, Горацио. Лицо мне в ветер режет, как в мороз. Гамлет. Который час, Горацио? Без малого двенадцать. Марцелл. Нет, с лишним. Билла, Горацио. Билла? Не слыхал. Тогда, пожалуй, наступает время, в которое всегда являлась тень. Трубы пушечные, выстрелы за сценой. Что это значит, принц? Гамлет. Король не спит и пляшет до упаду, и пьёт и бражничает до утра. И чуть осилит новый кубок с Рейнским. Об этом сообщает гром Литавр, как о победе Горацио. Это что ж, обычай, Гамлет? К несчастью, да. Обычай и такой, который следовало бы скорее забыть, чем чтить. Такие кутежи, расславленные на восток и запад, покрыли нас стыдом в чужих краях. Там наша кличка пьяницы и свиньи. И это отнимает, не шутя, какую-то существенную мелочь у наших дел, достоинств и заслуг. Бывает и с отдельным человеком. Что, например, родимое пятно, в котором он невинен, ибо верно родителя себе не выбирал. Или странный склад души, перед которым сдается разум, или недочет в манерах оскорбляющей привычки. Бывает словом, что пустой изъян, в роду ли, свой ли, губит человека. Во мнение всех, будь доблести его, как милость Божья, чисты и несметные. А все от этой глупой капли зла, и сразу все добро идет на смакку. Досадно ведь, Горадца. Смотрите, принц, вот он, входит призрак. Гамлет. Свидетели небесные, спасите. Благой ли дух ты, или ангел зла? Дыхание рая, адель дуновенья, к ввиду или к пользе помыслы твои. Я озадачен так твоим явлением, что требую ответа. Отзовись на эти имена. Отец мой, Гамлет, король, властитель датский, отвечай. Не дай пропасть в неведенье, скажи мне. Зачем на преданных земле костях разорван саван? Отчего гробница, где мы в покое видели твой прах, разжалась силой челюсти из камня, чтобы выбросить тебя? Чем объяснить, что бездыханный труп, вооружение, ты движешься, обезобразив ночь, в лучах луны и нам, глупцам, создание. Так страшно потрясаешь существо, загадками не нашего охвата. Скажи, зачем? К чему? Что делать нам? Призрак манит Гамлета. Грацио. Он подал знак, чтобы вы с ним удалились. Как будто хочет что-то сообщить вам одному, Марцел. Смотрите, как любезно он вас зовет подальше в глубину. Но не ходите, Грацио. Ни за что на свете, Гамлет. А здесь он не ответит. Я пойду, Грацио. Не надо, принц, Гамлет. Ну вот, чего бояться? Я жизнь свою в булавку не ценю. А чем он для души моей опасен, когда она бессмертна, как и он? Он вновь кивает. Подойду поближе, Грацио. А если он заманит вас к воде или на выступ страшного утеса, нависшего над морем, и на нем во что-нибудь такое обернется, что вас лишит рассудка и столкнет в безумие? Подумайте об этом. На той скале и без иных причин шалеет всякий, кто увидит море. Под крутизной вас столько сажений, ревущие внизу. Гамлет опять кивает. Ступай, иду, Марцел. Не пустим, Гамлет. Руки прочь, Грацио. Опомнитесь, не надо, Гамлет. Это голос моей судьбы, и как немейский лев бросаюсь я вперед, себя не слыша. Призрак снова манит. Все манит он дорогу, господа. Вырывается от них. Я в духов превращу вас, только троньте. Прочь, сказано. Иди, я за тобой. Призрак и Гамлет уходят. Грацио. Теперь он весь во власти иступления, Марцел. Пойдем за ним, так оставлять нельзя. Грацио. Пойдемте позади. К чему все это, Марцел? Какая-то в державе датская гниль. Грацио. Наставь на путь нас, господи, Марцел. Идемте. Уходят.